Сначала, когда пруд был большой, труба свисала так, забирала. А потом, когда начал уровень воды падать, он её продлевал. Продлевал, продлевал уже к середине. Жители села Подлесное Хвалынского района остались в буквальном смысле без воды. Пруд, расположенный неподалёку, питал речушки, из которых люди брали воду для технических нужд. В водоёмах плавали утки, гуси, водились бобры, цапли и другие лесные обитатели. А теперь их и русла пересохли. А всё потому, что главный пруд обмелел. Фермер, получивший большой грант на разведение яблоневых садов, решил брать воду для полива именно из этого водоёма. Я говорил этому фермеру, говорю, а что, долго что ли просверлить скважину? Поливай сколько хочешь. Вон, скворцов, допустим, на трассе сделай скважину. Там целый городок сделали, они от одной скважины все питаются. А здесь ещё нельзя. Но ушлый фермер решил, что проще протянуть трубу от пруда к насаждениям, чем делать скважину. И теперь родники, которые питают водоём, не справляются с наполнением чаши. Пополнение пруда есть, но минимальное. Почему? Потому что два родника, там стоят два родника. Один сюда ближе, другой там дальний. Они, ну, не справляются с тем, сколько выкачивает, столько, ну, там течёт, ну, сколько там, ну, может быть, ведро в две минуты, так, примерно, один родник. А другой ещё тише течёт. По словам старожилов, пруд рядом с селом Подлесное оборудовали более 40 лет назад сами жители для собственных нужд. Кроме снабжения сельчан технической водой, он выполнял важную роль – обеспечивал водой пожарные машины, которые приезжают на вызовы о возгорании. Был пожар однажды, у нас даже пожарные машины не справляются. Хорошо была вода, справлялись местные, своими силами насосными предприниматели у нас, Пряничникова, Горбунова, там Сергеичук, свои насосы и затушили. Или иначе у нас весь порядок бы сгорел. Сейчас мы без воды, вообще без воды. У нас ни в речках, нигде, что случится, ни колонок, у нас ничего нет. Мы просто погибнем. Но не только безжалостное выкачивание воды из пруда возмущает жителей Подлесного в деятельности фермера-садовода. Свои молодые насаждения он обрабатывает химикатами, не предупреждая об этом сельчан. Страдают домашние животные, пчёлы и даже сами люди. Я не знаю, власть дали сады, засадили сады. Вот у нас всё садами засажено. Мы живём в яме. Мы все скоро погибнем от этой отравы. Мы просто погибнем. А опрыскают до девяти раз. Раньше, когда был совхоз, два раза опрыскают. Сейчас по девять раз опрыскают. Я опекун. Я воспитываю детей. У меня последним, вон, шесть лет. Они реагируют. Сорок температур на эту протраву. У меня просто вызывали скорую, еле спасли ребёнка. Что нам делать? Свои опасения и переживания жители адресовали надзорному ведомству, поскольку от местной власти добиться правды не могут. Они не верят, что пруд используется фермерам законно. Созванивалась, писал в прокуратуру, в Саратскую. Саратская прокуратура написала, чтобы местные написали в администрацию. Написала в администрацию. Она уже полтора месяца назад даже не ответили. Они ей никто ничего, конечно. Он депутат. Он депутат. Правильно, у него деньги. У него большие деньги. Между тем, на наш запрос, который мы направили в администрацию Хвалынского района 27 июля, получен ответ. Так, согласно письму, участок, на котором расположена часть пруда, принадлежит на праве собственности Чикабава ИЭС. Данный водоём является техническим, но при этом естественным сооружением, накопление воды в котором идёт в результате паводка, таяния снега и дождей. И факт снижения уровня воды – это следствие как раз маловодного паводка, а вовсе не выкачивания, сообщают нам хвалынские чиновники. И тут возникает несколько вопросов. Во-первых, если земельным участком владеет Чикабава ИЭС, то почему воду из пруда, по словам местных жителей, берёт депутат, фермер и садовод Чикабава КЭА? Какие основания, кроме родственных связей, позволяют ему использовать чужие водные ресурсы? Ведь для того, чтобы брать воду из естественного водоёма, требуется разрешение от различных министерств и даже в некоторых случаях специальные лицензии. Во-вторых, Чикабава ИЭС владеет земельным участком, на котором расположена часть пруда. То есть, выкачивая воду, фермерская семья снижает уровень и на второй части водоёма, им не принадлежащей. Наверное, они где-то накосячили, приватизировали этот пруд и давай качать. Но дело в том, что приватизировали землю. Хорошо земля приватизирована. Но вода-то не приватизирована. Что-то вы воду берёте. В-третьих, согласно водному кодексу, запрещено делить земельные участки, если из-за этого будет разделён водоём. И тут вопрос к Хвалынской администрации. Как всё-таки получилось, что водоём был разделён? Все эти и несколько сопутствующих вопросов мы адресовали в природоохранную прокуратуру и в Министерство природных ресурсов и экологии, которые помогут и нам, и жителям Подлесного разобраться в ситуации с обмелением пруда, в котором ни разу до появления фермерских садов, даже в самые засушливые годы, не наблюдалось такого снижения уровня воды, что даже краснокнижные водные растения оказались на суше и засохли.